Что нужно сделать, чтобы услышать голос судьбы? Нужно верить чувствам. Нужно душу ставить на первое место. Нужно быть готовым потерять материальные и духовные блага ради, как ни странно, того неосознанного желания, которое никак не уходит из нашей души и начинает подталкивать нас к каким-то новым поступкам. Я вспоминаю, как я работал с курсоводом в Сочи. Жил прекрасно, зарплата высокая, природа, путешествия, общение. Всё, о чём можно было мечтать, я получал. Никаких проблем. И вот мы пошли, поход сделали небольшой, двух-трогневый, по Узерурице. Мы подходили к Узерурице, с другой стороны, со стороны горы Пшегишева. Черкесские водопады. Зашли на гору. Там меня сапа мне ужалила на ровном месте, ни с того, ни с сего. Потом мы спустились, заночевали на склоне. И уже днём подошли к Узерурице, пошли в шашлычную перекусить. Я помню, как меня шокировала эта ситуация. Я подошёл к шашлычнику, грузин, парень лет 35. И говорю, вот, мы тут сидим, столько шашлыков и прочее. Он мне даёт шашлыки, потом смотрит на меня и говорит, уходи с работы. Я говорю, я не понял. А ты знаешь, как я работаю? Да, знаю, вы из курсовода пришли. Я говорю, и что? Уходи с работы. Я говорю, почему? Это не твоя работа, у тебя другое предназначение. Я смотрю на него и думаю, пророк взялся откуда-то. У тебя, говорит, другое предназначение. Тебе нужно уходить с этой работы. Я пошёл плечами, сказал, хорошо, учту. И потом никак не мог забыть этого. А через месяц ко мне дядька приехал. И говорит, не надоело тебе здесь работать в тепличных условиях? Я говорю, нет, не надоело. Он говорит, а хочешь настоящую работу? На стройке, в Питере, серьёзная работа, капремонт, грязь, проблемы. Будет жить в общежитии. Я говорю, хорошо, давай. И я приехал в Питер и понял, что я не хочу возвращаться. И если бы я вернулся, я никогда бы не написал тех книг, которые я написал и не сделал того, что я сделал. В каком случае я бы не поехал, если бы у меня было слишком сознание значимое, которое говорит, у тебя же всё хорошо. У тебя есть прекрасная работа, деньги, природа. Куда ехать, неизвестность. Зачем тебе терять всё? Но я больше понял, что своему чувству пошёл за ним и получил результат. Другой момент. У меня были перегрузки, я об этом говорил. Во-первых, я достаточно безжалостно относился к себе, забыв о том, что наше тело, так сказать, это сосуд божественный, который надо хранить, за ним ухаживать. Так вот, у меня были перегрузки, я чудом выжил. И последствия шли достаточно долго. И в конце концов, в какой-то момент я решил, что я восстановился и решил провести очный семинар с общением. Это гораздо большее потеря энергии. Ну, в общем, я решил, процесс прошёл, запустили рекламу. И вдруг мне звонит моя тёща и говорит, он у нас знакомый, артист. Она говорит, звонил вот наш общий знакомый. И странные вещи говорил. Я говорю, какие? Он сказал, что ему приснулся сон. И в этом сне ему кто-то говорит, передай Сергею Николаевичу, чтобы он не делал то, что задумал. Я понял, о чём рейдёт разговор. И я почувствовал, что совет, который дали через моего знакомого, надо исполнять. Я отменил семинар. И потом понял, что это спасло мне жизнь. С одной стороны, информацию очень хочется донести. А с другой стороны, нужно это делать без насилия над собой. Потому что мне кажется, что я это сделаю лучшим образом через ряд каких-то действий. А судьба говорит, нет, ты должен сделать это по-другому. Так вот, для того, чтобы слушаться судьбу, нужно верить своим чувствам. Нужно быть непривязанным к благополучию, стабильности, к своим планам. Нужно быть добродушным по отношению к себе. Нужно быть готовым меняться. И становиться совершенно другим человеком в какой-то степени. Мы все должны, как говорил апостол Павел, мы не умрём, но все мы изменимся. Я вспоминаю притчу, китайскую сказку, притчу, где философ идёт к своему другу, заходит, а тот, у того клыки растут, у него, так сказать, волосами начинает покрываться. И родные в ужасе. Они смотрят, кричат, ужасаются, что это происходит с их родственниками. А философ подходит и говорит, не мешайте человеку превращаться. То есть, идёт какой-то процесс, в нём есть какая-то закономерность. Не надо ужасаться, надо посмотреть, что произойдёт. Так вот, я думаю, что если мы не поменяемся в лучшую сторону, то мы будем меняться в этом направлении. Что такое изменение? Изменение – это есть отрыв от всего. В этом плане полезно уединение, полезно понимание того, что развитие и изменение – это есть главный слой нашей жизни. Хорошо, я прочитал тут мысли талантливых, известных людей, миллиардеров в том числе. И у них, скажем так, что говорил Генри Форд? Он говорил, что человек часто умирает, если он не меняется. Если человек не хочет меняться, это уже смерть. А констатация факта может произойти через 10-20 лет. Бенджамин Франклин что говорил? Иногда человек умирает 25 лет, но фактически реально 25 лет. Но хоронить его – 75. Так вот, мы живём тогда, пока есть в душе любовь и пока есть готовность к изменениям. Вот в этом плане Христос и говорил, в Царствие Небесное дети войдут. Ребёнок каждый день готов меняться. Он не думает о том, что у него есть, он думает о том, что сейчас происходит. У него нет запаса зацветки за прошлое, за груз знаний или денег или чего-то. Он живёт, развиваясь, с любовью и радостью, принимая всё, что происходит. Вот это чувство беззащитности, трепета перед Всевышним и готовность к изменениям, трансформации – это очень важная тема, которая сейчас нам всем предстоит. Вот смотрите, рыбы древние плавали в океане. О чём они могли мечтать? Чтобы стать ещё лучшими рыбами, чтобы стать в совершении и так далее, и так далее. А в результате кто остался живых? Те уродливые какие-то рыбёшки с какими-то приспособлениями, с изменёнными жабрами, которые могли жить на поверхности. Одни рыбы так и остались рыбами, а другие – вышние, стали земноводными, и дальше пошёл цикл развития. Это как гадкий утёнок. Вроде страшненький, вроде совершенно не похожий на других. Вроде это плохо, а на самом деле это и есть эволюция. Это есть гораздо большие возможности. Поэтому не нужно иметь жёсткой картины мира. Мы будем меняться. Но, правда, мы должны знать, как мы будем меняться и в кого мы превратимся. Так вот, мы должны превратиться, уподобиться тому, кто Божественный свет принимал Божественную волю и видел будущее. Это Христос. Мы должны научиться любить. Любовь ставить на первое место. Прощать. Понимать, что главный смысл жизни не в рай попасть, а быть совершенным, как Отец Небесный. Научиться любить, чтобы любовь ничего не зависела. Научиться душу ставить на первое место. Понимать, что главное богатство — это развитие нашей души, нашего характера, наших чувств. И когда вот эти главные ориентиры мы соблюдаем, нам легче принимать судьбу. Да, мы можем где-то потерять благополучие. Какие-то наши, так сказать, планы рухнут. Стабильность наша исчезнет. Но душа наша обогатится. Вот если мы душу ставим на первое место, то нам легче услышать голос судьбы, нам легче меняться, ну и легче, соответственно, выжить.